Здравствуйте! Уже и за вами, наверное, соскучился. Хочется много чего прояснить, потому что обстановка немножко разрядилась. Многие люди, граждане нашего города, хотят, наверное, многое знать, что происходит. Но в первую очередь хочу поблагодарить всех сознательных, тех, которые внес свои 200 гривен, которые внес добровольно свои вклады. Слава Богу, сумели мы трошки раздать. На ваши деньги, на ваши средства получили, чтобы согнать волну голода, которую искусственно хотели устроить. Получилось разрядить обстановку, так как хотели голодный бунт сделать и поднять людей против всего этого. Большое вам спасибо. Военная обстановка тоже у нас стабилизировалась, тоже все нормально. Много пока рассказывать не буду, но пока, слава Богу, все нормально. Еще хочется немного прояснить, потому что люди приходят, спрашивают, гуманитарка? Нет, это не гуманитарка. Это, дай Бог, здоровье нашего батю Николаю Ивановичу. Хотя ходят слухи, что он арестован. Пресса искажает информацию. Многие в интернете, совсем Бог знает, что такое чешут, что не дай Бог. Я малограмотный, я у меня телезвезда какая-то. Говорю как есть, по-простому. Никогда не верьте этим слухам. Батя наш Николай Иванович живой. Сейчас на границе, сейчас занимаемся вот этой помощью. За солдатские деньги закупаем картошку, завозим в город. Где можем, берем это, вы знаете, сало, то же самое. Это просто помощь, та, которая шла на передний край для солдат. Но так как там торговать нечем и кушать не очень хочется. Это солдаты отдают вам, чтобы спасти ваших людей. Солдаты простые, это просто казаки. И Николай Иванович с нас сидит и все делает для того, чтобы это можно по возможности сюда. Потому что гуманитарка к нам до Красного Луча не доходит почему-то с Луганска. Почему это вопросы уже не наши? Некогда, потому что нужно и фронт держать. Нужно и за вас тоже беспокоиться. Многие люди, которые вернулись, думают, что это еще мирное время, даже не чувствуется война. Да, пока еще не стреляют. Но не забывайте, чья это заслуга. Пока очень тяжеловато, но, слава Богу, все стабилизировалось. Света бесперебойно у нас нема, воды почти нема. Все держится под контролем, все идет так, как должно быть. Еще немножко вашего терпения, и будет вообще хорошо. У нас есть юридические документы, все уставы и прочие на эту нашу землю, на нашу державу. И признано международным классом во всем мире, что мы являемся в законе. Что это наша земля, мы ее освободили. Мы не нападали, мы с танками сюда не шли. Мы мирно жили. А то, что мы сейчас разрешаем им тут жить, но они хотят опять старую систему власти. Луганск, Киев. Такого уже не будет. У нас проходит, у нас в городе Красный Луч есть уже военный полигон. И мы обучаем уже новых добровольцев, новые пополнения, потому что много ополчения проходит. Если, судя по космических снимкам, тянут страшное оружие. То, что летает и на 90, и на 100 километров. И общего массового поражения и прочее. Киев все тянет. С кем тут он хочет бороться, я не знаю. Но если людям, тогда же, чтобы вскрывать, если по телевизору Коломойский, остальные говорили, как они хотят сжечь. Нас называли быдлом, стадом, мразей. Это все знают прекрасно. Как Тимошенко рассказывал, что сжечь из болота все. Коломойский пытается вокруг нас стену поставить все. Что они до сих пор хотят забладеть. Им нужен территорий Донбасса. Но нужно кому? Этим 10-20 человекам. Если этих наших сограждан. Есть желание жить в рабстве. Пускай. Но мы, вольные сказаки, мы не хотим. Из-за людей наших мы тоже будем бороться. Мы тоже не хотим жить как раб. Мы заработали, наверное, трошки больше. И свободы не то, что предлагают выборы. И дают тебе опять деньги на выборы. Зачем? Мы свободные люди. В праве делать то, что отвечать будем только перед Богом. Но не перед Коломойским, ни каким президентом. Нет такого. Все, что управляется деньгами, это уже неправильно. Шахты – это очень большая система. Не так-то просто и запустить, туда вникнуть. Потому что за одной старой шахты зависят очень многое другие. Это один уровень воды, одни пласты. Одна большая машина. Но так как пока еще в Луганске очень много перевертышей, которые пытаются дальше работать на Киев и пытаются опять в наших и попахах, и в военной форме выглядеть вроде и тут, но на самом деле делать вред. И быть там через то вот это вот и непонятки происходят, и загвоздки. И пока это тяжело, потому что каждому в душу не заглянишь, на что надо время. Вот шахты – это очень тяжело, потому что даже там малейшее что-то взять, шахтера в первую очередь надо чем-то накормить. Вот, это раз. Чтобы что-нибудь настроить, там мелочи мне не получится. Это уже очень большой коллектив, это уже две смены. Это уже 20-30 человек, плюс поверхностные работы. Плюс это запустить и подъезды, и транспорт, и прочее, и прочее. Вот, уже надо суммы. У нас пока этих сумм нема, эту машину здоровую запустить мы не сможем. Сейчас мы дали добро, пока запустить хотя бы вот эти вот маленькие шахты. И за счет этого, чтобы людей хотя бы обогреть, чтобы выкинуть. Ну, хотя бы хоть что-то, потому что поселки и люди только могут выжить, пока благодаря то, что не ленятся и хотят греться. Деньги народа уже есть, мы их себе не оставили. Все равно выживают. Не было бы уже у нас какая-то атлатида или какое-то свое поселение. Ну, слава богу, вы видите, что даже готовятся уже к Новому году. Но если разумный человек посмотрит, что было по телевидению, то, что показали. Был приказ позакрывать объединение, изъять документацию и прочее-прочее на территории Новороссии и Донбасса. Но потому резко почему-то наши, те, которые освободили Донбасс, скажем так, те города, которые вроде виновны на Россию, но почему-то резко кинулись в ПГП утащить подземные документы, карты, документацию и прочее. Якобы для Луганска. Но дальше догадайтесь, куда оно пойдет. Почему приказы Киева совпадают приказами и действиями с Луганска? Казаки прапора антрацита узнали, что происходит ночью в ГП Донбасс антрацит, выявили туда, там просто в наглую, в некоторая группировка, пыталась вывести эти документы, ну и прочее. Много ничего не могу объяснить, но это не нужно, но приблизительно вот так. Вот. Конечно, завязался бой, но потом и Луганск от них отказался, и это, оказывается, это диверсанты с космоса появились, вот. И никому эти документы не нужны, вот. Но люди погибли. Вот. Много раненых, много погибли. Но документы остались у нас, и слава Богу, все будет. Вот. Потом очень много распространяется слухов, что ЛНР пытается воевать с казаками. Много необразованных. Вот. Многие не знают, что это одно дело. Многие не знают то, что, сидя в окопах, мы все как братья. Многие прошли в форме, не знают, что такое боевое. Вот. Взять оружие и ходить тут по городу, это одно. Там совсем другое. Плюс им только покажи деньги, они много перебегают там, где платят деньги, не зная, что за деньги нужно будет платить. Казаки не получают ни денег, не берут ни денег. Они нам не нужны. Вот. Вот. Через то есть вера, а есть наемничество. Но если ты пошел воевать уже, даже на своей стороне за деньги, это что-то говорит. Но каждому Господь будет судья, а не я. Пускай каждый делает так, как считает нужно. Но ходить кричать, один плохой, один хороший, не нужно. Это грязь и бабские сплетни. Вот. Нормальный мужик так кричать и будет. Казаки так тоже не будут говорить. Потому что хоть языком поболтать, выйди семечек поплевать. Вспомните время довоенное. Девятиэтажка дом стоит, подъезд разбитый, окна разбитые. Двадцать мужиков дома сидят. Домино чешут и ждут, пока бабара и какая-нибудь ЖЭКа придет ему стеклить. Но никто не поднял задницу, не пошел, не поухаживал за своим. Вот. Ну так это привыкли. Так с этих мужиков превратились тряпки. Бабы сейчас намного больше стоят, потому что бабы и то, и то, и порычат, и что-то делают, и тянут. Вот. Мужики так вот. Пришел шахтер, то, 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 такие же они воины. Они не поднялись ни на защиту, а им ни фига не надо ни дома, ни в быту. Вот телевизор полежать, футбол посмотреть, да. Потому что он то в шахте работает, то это, больше его ничего интересует. Вот. А где совесть? А где патриотизм? Вот. Одеть форму, ходить теперь, кричать, я буду защищать на передовую. Ну ты пошел за деньги. Ты целое лето отсиделся, то в Крыму, то еще бог знает где. Теперь вот тебе делать нечего, но там дают деньги, зарплату, и ты пошел. Ну ты забыл, что я делал военные формы, и Господь за это всегда спросит. Ну кроме как скандала у нас ничего не происходит, потому что те кричат на тех, те такие, те на тех. Короче, хуже баб базарных. Ну то бог с ними всеми. Вот. Есть руководители, то же самое пришли в нашей казачьей форме, которые взяли себе охрану по 5 человек, по 10. Ходят даже по школах, но тут же с оружием не думают, что заходят до детвора с оружием. Мы не будем ни фамилии, ни фамилии говорить, ни должностей. Вот. Но тот, который, короче, хай отвечает перед Богом. Так будет правильно. Вот. Главное верить, надеяться и ждать. Почему эта проклятая война, братоубийственная, происходит? То, что Новый год, если хоть немножко кто-то почитает Бога, знал бы, что сейчас время большого поста. Он не такой строгий, как будет пасхальный пост, вот, но тоже тяжелый пост. Сейчас люди в церкви молятся, вот, пытаются вычистить чужие, грехи свои, вот. И только у Господа выпросить, это все разобраться. Человеческим разумом это не разберешься. Если уже брат на брата пошел, это уже что-то говорить. Это не пришли где-то единопланетяне. Это такие же славяне пришли, но пришли под видом защитить террористов. Или я не знаю, как еще можно придумать, но вы тут живете, и все прекрасно знаете, какой террорист и кто тут защищает. Тут нема никого у нас. Сами взяли в оружие, то, что у них забрали. Вот, все прекрасно видят, вон, и в БСЕ ездят, что нет тут неназемных каких-то сил. Всего лишь навсего. Но они пришли на нашу землю, от кого защищать. И посмотрите, что они с нашими городами делают. Вот, что прилетает, это они защищают. Вот, мы с хлопцами разговариваем на той стороне. Вот, они стоят в этих полумертвых ботинках, целлофановыми кульками. Мы иногда даже им со своих, скажем, старых вещей отдаем, хоть они и противники, и враги, но мы отдаем, потому что они тоже люди. Иногда меняемся даже, чем можем, потому что там тоже люди. Они брошены в украинскую армию, и обмануты. Ну, что происходит, что слов таких нема, как бы выразиться, ну, туристика какая-то. Что надо было внушить, чтобы украинские солдаты пришли же защищать или нападать. И они сами не знают, что происходит. Тут то же самое. Это что, не Господь послал это наказание? Разобраться, наконец-то. Потому что, когда идет большой пост, люди перестали уважать и Бога, и веру, и Отечество. У них нема ничего святого. За Новый год у людей кушать нема, некоторые гибнут с голоду, да, это правда. Но остальные, не оторвав кусочка, не могут протонеть старушки. Но они думают, как праздновать, потому что у каждого есть дети. И еще начнут сейчас ломать елки, чтобы на этих пять минут не думать, что там ребята гибнут, защищают вам мир. Но они будут праздник продолжать. И остановить это невозможно. Пока у человека совесть не заговорит, что не нужно радоваться. Время Великого Поста, будьте добры. Специально в советское время этот сделан Новый год, чтобы испортить. Потому что последнюю неделю, когда Новый год, начинается строгий пост. Последняя неделя. Если хоть кто-то знает, что такой строгий пост, хотя бы выожали хоть чуть-чуть Бога, с чего начинается страх Господень? Это и есть мудрость. Но людям сначала нужно веселиться, плясать, а потом все остальное. А потом, вот бабка поколдовала это, сказано, почему нам Господь посылает все скорби, болячки и прочее. Ведь это все написано черным по белому. Но мы не задумываемся, пока не скрутит. Потом, когда скрутит, только обращаемся опять к Богу. Так само сейчас, вот Новый год, вроде бы война, войну еще никто не отменил. Все может случиться. Но большинство не думает. Вот приходили за нашей помощью, вот раздавали мы картошку солдатскую, раздавали сало. Тут же люди берут, ну скажем, шахта, фабрика «Известия». «Известия» спросил, говорю, соберитесь, давайте по-честному, я не могу разделить. Вот я не знаю вас, но у меня есть, допустим, определенные 9 тонн картошки. Но у меня есть очень много людей, тысяча. Как разделить? Ну думаю, хоть как-то, дай Бог мудрости, чтобы разделить. Пришла фабрика «Известия», говорит, у нас люди падают с голоду. Думаю, на сну того, хотя бы тот, кто работает, чтобы выживал, потому что оборот пойдет. Вот, я тоже не мудрый человек, тоже я не знаю, откуда начинать. Но одно знаю, это как Николай Иванович нашу тетей сказал, говорит, научься всего. И политике, и воевать, и думать. Я не раз ему говорил, говорю, батя, я не знаю, что покажи, поставь задачу, я ее могу выполнить. Он говорит, нет, научься всего. А если уйдем мы все куда-то чего-то, а что будет тут, будет хаос. Вот я задумался, и дай ему Бог здоровья, я понял, что он прав. И научился. Начал с фабрики. Пришли, говорю, люди, вы все-таки знаете все, давайте по совести, потому что в конторах всегда трошки легче, чем там ковыряться в этой грязи. Там в основном женщины, вот, на этой выборке угля и прочее, прочее. Пришли, опять же, 5-6 мужиков, остальные штук 20-30 баб. Говорю, все пришли, все. Давайте, вот, говорю, есть, потому что я сам не смогу все задачи решить. Я им даю 5-6 ящиков сала, там, допустим, определенное количество сеток. Разделили, разделили. Вот, чтоб не было претензий, все. Через час приходит еще 10 человек, мы с фабрики. Ладно, хорошо, чтоб Бог дал разуму и оставил трошки НЗ. Опять разделил. Ну, я же не думал, насколько надо разуму, хитрости, чтоб, что они будут идти целый день, а потом еще и по второму кругу. Говорю, совесть у вас есть. Вы фабрика, хоть и хотите кушать. А вы не думали, что другие люди тоже хотят кушать. Нет, пока не гаркнешь, не поможет. Потом пришли опять бабушки. Нет, я не осуждаю всех. Приходят такие, что, да, иногда приходится самому останавливать, просто возьмите этот 5 килограмм картошки, хоть что-то съешьте. Вот, да, люди иногда приходят, даже сегодня принесли очень дорогие вещи, дорогую старинную Японию, дорогой старинной крестик, который был найден на окопках. Но люди получили эту пищу. И благодаря этому, если не поехал в церковь, а дел, батюшка говорит, это очень хороший знак, потому что такие вещи люди отдали, никуда-то отдали нам. Но это в дому я ховать не буду. Я отнес его тоже самое в храм. Вот, говорит, от такого нищего, этот крест, который в раскопках найден, и старинная икона, которую наши бизнесмены сразу тут же оценили, сколько им можно продать. Она пошла дальше, туда же пошла в церковь. Вот, потом приходят другие старики, я понимаю, что пенсионеры. Тут же получил эту картошку, ну тут же дай ему еще и закурить, а потом еще и 100 грамм дай. Но потом недавно, говорит, пошел ты нахер, сейчас картошку поменяем, пойдем где-нибудь все равно возьмем. И такое было. Ну, бог с ними, наше дело раздать. Ну, иногда спрашивают, что я грубо или что я ору. Вот, извиняйте. За день 600 человек, 600 мнений, и вот такие факты. Иногда так достают воздержаться невозможно. Вот, еще раз хочу сказать спасибо большое за то, что за понимание. Как-то мне было, на то он красный луч, но вместе мы уже выжили, вместе обкрутились. Но пока уже есть елки-палки, третий вентиль, значит уже все нормально. Вот, значит, бог даст, и остальное будет. Так что, до новых встреч, будьте здоровы. Добрый день. Хочется сказать большое спасибо предпринимателям, которые пришли к нам, зарегистрировались. Благодаря вам за эту неделю мы развезли по садикам, по школам и по больницам, помогли людям. Это были небольшие суммы, 200-300 гривен каждому, но 3000 человек получили средства, что составило 750 тысяч гривен. Остались еще у нас маленькие поселковые школы и садики, но, думаю, в течение этой недели мы доразвозим деньги, никто не останется без внимания. Это мобилизационный сбор и налоги, которые вы заплатили. Никуда деньги не ушли налево. И ни один военный не приехал их и не забрал. Во вторник, в среду, будет открыта на швейной фабрике столовая бесплатного питания с 12 до 13.30, пока три раза в неделю. Если будет необходимо, то столовая будет работать ежедневно. Все, кто остро нуждается в питании, могут прийти и покушать, взяв талончики у нас в казначействе. Также, как мы обещали врачам и медикам, до конца недели будут сделаны проездные для иногородних, поскольку мы понимаем прекрасно, что сейчас нет средств, чтобы добираться до рабочего места. Еще мы обещали в третьей школе пробурить скважину, со следующей недели мы тоже займемся этим вопросом, так как школа большая, но без воды. Нельзя допустить, чтобы школа была без воды. нужно помочь и поддержать.